Здравствуйте! На канале ГРТ Новости. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. В муниципе Комрад планируется строительство спортивного комплекса. Местные власти провели публичные слушания по определению земельного участка для этих целей. Наблюдательный совет общественной компании Гагаузи радиотелевизионную провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов, касающихся работы ГРТ. Шашисты страны в различных возрастных категориях приняли участие в Кубке Молдовы памяти Ивана Тельпиза. Центральная избирательная комиссия предложила конкурентам на выборах участникам референдума и средствам массовой информации подписать Кодекс поведения относительно проведения и освещения избирательной кампании по конституционному республиканскому референдуму и выборам на должность президента Республики Молдова. Документ предложили подписать сегодня, 24 сентября, в 17 часов в зале заседания комиссии. Конкурентов ознакомят с содержанием бюллетеня для голосования на выборах. На мероприятие также были приглашены наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией для наблюдения за выборами 20 октября 2024 года. Кандидат на пост президента Молдовы Рината Усатты участвует в выборах от нашей партии. Кандидат в президенты Республики Молдова от нашей партии Рината Усатты начал свою предвыборную кампанию под лозунгом «Только за Молдову». Мероприятие по запуску кампании состоялось в его родном городе Фелешть. Молдова заслуживает большего. Молдова заслуживает справедливости, порядка и безопасности. Люди нашей страны, я уверен, что вы согласны со мной, заслуживают лучшей жизни. Граждане нашей страны должны быть уважаемы и услышаны. С этой целью мы сегодня здесь и вступаем на путь больших изменений, которые ждёт каждый гражданин нашей страны. В своей речи Рината Усатты подчеркнул, что объединит всех граждан страны. Я буду президентом, который объединяет общество. Я буду продвигать вектор национального развития только в интересах государства Республики Молдова и в интересах граждан Республики Молдова. Кандидат в президенты Республики Молдова Рината Усатты в избирательном бюллетене займёт третью строку. Кандидат на должность президента страны от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев вступил в избирательную кампанию под лозунгом «Развитие благополучия и мир». Мы имеем всё необходимое для того, чтобы вытащить страну из кризиса, остановить тотальную миграцию и построить страну. Основой здорового общества является семья. Вместе мы построим общество, где каждая семья, в особенности с низким достатком, те, кто в начале пути, были защищены и поддержаны таким образом, чтобы они хорошо чувствовали себя дома. Представляя свою предвыборную программу, Тарлев подчеркнул, что его главные цели – рост и укрепление экономики, поддержка молодых семей, улучшение систем здравоохранения и образования. «Я твёрдо убеждён, что без развитой экономики не существует государства, не существует культуры, не существует воспитания, не существует благополучия, стабильности, не существует веры в завтрашний день и не существует будущего. Поэтому национальная экономика будет во главе стола». Кандидат в президенты Республики Молдова Василий Тарлев в избирательном бюллетене займёт четвёртую строку. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на пост президента Молдовы. Александра Стояногла, Майю Санду, Рената Усатова, Василия Тарлева, Иона Кику, Ирину Влах, Андрея Анастасия, Октавиана Цыку, Викторию Фуртуны, Наталью Марарь и Тудора Ульяновского. Спортивный комплекс «Скрытым бассейном» планируют построить в Камраде. Местные власти провели по этому поводу публичное слушание. С подробностями Светлана Зимитрогла. Земельный участок находится напротив Камрадского озера между заправочной станцией и индустриальным колледжем. Эта земля является публичной собственностью, и она присутствует сельхозное значение. Прежде всего, примария эту землю должна перевести из публичной сферы, должна перевести ее в сельхоз обратно. В частную сферу. После этого данный земельный участок будет выноситься на аукцион, чтобы мы его не выделяем, не бесплатно ничего. Примарию платят за деньги, но когда мы снимаем аукцион решения совета, мы конкретно указываем под что. Под строительство Академии спорта планируется выделить площадь более 4 гектар. Комплекс, в котором будут спортивные ковры, 6 ковров, будет спортивный крытый плавательный бассейн, будет парковочные места, отель, будут тренажерные залы, куда смогут приходить жители нашего города. В данном комплексе будут проходить международные сборы, куда будут приезжать спортсмены из различных других стран. На примере, допустим, Владикавказа. Даже сегодня наши спортсмены, наши борцы из Камрада, из Гагузии ездят аж туда на сборы. Вместо того, чтобы они ездили туда, те ребята смогут приезжать сюда, для того, чтобы повышать профессионализм наших спортсменов, и для того, чтобы они могли обмениваться опытом. По словам исполняющего обязанности примара муниципия Камрад Степана Кара, в Приозерной зоне планируется в будущем строительство нового жилого микрорайона. Архитектор муниципия Камрад Олег Кальчу считает, что спортивный комплекс позволит данному району развиваться. Это действительно проект по своей архитектурной красоте. Запроектировали это как эскизным проектом, уже предоставили действительно красиво. В нем присутствуют и парки, и водоемы, что позволит не только заниматься спортом, но и жителям муниципи Камрад непосредственно в свободном доступе отдыхать на данном земельном участке. Степан Кара отметил, что проект по строительству спортивного комплекса обсуждается на протяжении полутора месяцев. Встречи с подрядчиками и проектировщиками состоялись. Эскиз проекта готов. Теперь задача примарии муниципального совета – перевести землю из публичной в частную собственность. Начальника госканцелярии Геннадия Казанжи в ходе публичных слушаний заинтересовала следующее. Этот детальный план разработан до продажи или после продажи участка. Почему задают такой вопрос? Потому что если будет, как вы сказали, условие, что подстроится вот этого комплекса спортивного, то предполагается, что уже должен быть детальный план на соответствующий объект, чтобы совет проголосовал и потенциальный покупатель, который будет приобретать этот участок, чтобы он четко понимал, что у него нет других альтернатив, кроме реализации именно этого проекта. Сам аукцион будет не раньше, чем через полтора-два месяца после очередного совета. Имеется в виду, до самого аукциона у нас уже будет детальный план. Директор муниципальной спортивной школы Геннадий Тулба отмечает, что город и спортсмены нуждаются в спортивном комплексе. Это хорошая площадка для развития спорта в Гагаузии. Здесь не просто вопрос, а специализированный спортивный зал или спортивный комплекс. Это академия, целая академия, которая об этом можно только мечтать. Дай Бог, чтобы оно самое главное реализовалось. В ходе публичных слушаний советники и жители высказали свои предложения и пожелания. Нам самое главное, чтобы, да, действительно, построился. Здесь ребята тоже, кто спортом занимался, занимался. И хотелось бы было, потому что это никогда не помешает. Все мы понимаем, что спорт – это определенное здоровое поколение. И если получится реализовать этот проект, я думаю, что мы сможем вырастить более-менее нормальное поколение. Все предложения внесены в протокол публичных слушаний. Решение о выводе из публичной сферы и переводе в частную сферу земельного участка будет рассмотрено на заседании муниципального совета «Камрад», назначенное на 26 сентября 2024 года. Светлана Димитрогла, Александр Глеков, Мария Казаку, Новости ГРТ. Наблюдательный совет общественной компании «Гагаузи-Радио-Телевизиону» провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов, касающихся работы ГРТ. Какие решения были приняты в материале Полины Барбовой? Члены наблюдательного совета общественной обещательной компании «Гагаузи-Радио-Телевизиону» рассмотрели 8 вопросов. Одним из них был вопрос о расторжении срочных трудовых договоров с главным бухгалтером компании «Романовым Валерием» и главным инженером компании «Булгар-Ярославом» в связи с иссечением срока действия трудового договора. Были назначены исполняющим обязанности главным бухгалтером остался тот же самый кандидат, то есть Романов Валерий. Он был назначен исполняющим обязанности до даты назначения следующего кандидата. И главным инженером остался «Булгар-Ярослав», тоже на прежней должности. Также члены наблюдательного совета общественной обещательной компании «Гагаузи-Радио-Телевизиону» рассмотрели вопрос, касающийся запроса Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения о предоставлении выписок из банковских счетов всех членов наблюдательного совета компании. Уже запрашивают повторно, так что у нас установлен срок для предоставления выписок до 4 октября. Все члены наблюдательного совета общественной обещательной компании «Гагаузи-Радио-Телевизиону» до 4 октября должны предоставить выписки из банковских счетов. Полина Барбова, Сергей Георгий, Верина Резунец, ГРТ Новости. В третью субботу сентября свой профессиональный праздник, Международный день хирурга, отметили врачи одного из самых сложных направлений медицины. Подробнее в нашем сюжете. Общая хирургия – это раздел медицины, охватывающий хирургические операции на различных органах и системах организма. Хирург Камрадской районной больницы Петрос Альбертян поделился, почему он выбрал именно эту профессию. Это очень интересный раздел медицины. Хирургами могут стать не все, но те, которым суждено стать хирургами, и они с честью несут звание хирурга, им интересно работать. И они знают, насколько они нужны людям. Хирурги были настолько профессиональны, чтобы действительно помогать на все 100% людям. Действительно, без хирургов нельзя. Есть очень много заболеваний, из-за которых наши пациенты вынуждены выезжать куда-то, чтобы лечиться. Хирург Андрей Чубан считает, что поддержка коллег важна для каждого специалиста, работающего в сфере медицины. Профессия хирурга очень важна. В наши дни есть моменты, есть некоторые жизненные показания для пациентов, для какой-то патологии, которой без хирургического вмешательства мы не сможем спасти человека. Все профессии важны. Есть травматологические операции, которые просто поставят человека на ноги, а есть хирургические прессы, которые просто для того, чтобы человек выжил и жил дальше нормальной жизнью. Врачи-хирурги обратились с поздравлениями к своим коллегам. Те, кто работают, конечно, в первую очередь терпение и выдержки. Во-вторых, это успехов и побед с новыми какими-то подвигами. Ну и самим здоровья. И не умирать с каждым пациентом, давайте так скажу, как раньше говорили. Принять, осознать и по максимуму помогать. Хирургам и врачам хирургического профиля я от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в личной жизни и профессиональных достижений и долгих-долгих лет работы и жизни. В Камрадской районной больнице на данный момент под руководством заведующего отделением Петросом Альбертян работают три хирурга. Ирина Караман, Вячеслав Кыса, Артем Топал. Новости ГРТ. Шашисты страны в различных возрастных категориях приняли участие в Кубке Молдовы памяти Ивана Тельпиза. Состязание прошло в гимназии в детском саду имени Сулеймана Демиреля в муниципе Камрад. Более ста шашистов боролись за первые места, чтобы продолжить участие в Кубке. Подробнее в материале Зинаида Канцер. Занятия шашками и шахматами развивают не только смекалку и ум, но и усидчивость, а также сопернический дух за шашечными досками, считают тренеры и спортсмены. Так было и на очередном этапе Кубка Молдовы, который прошел в Камраде, он собрал шашистов со всех уголков страны. Мероприятие было посвящено человеку, который посвятил свою жизнь шашкам и шахматам Ивану Тельпизу. Иван Александрович действительно тоже играл, любил шахматы, шашки. Мы иногда играли, когда у нас было время, когда мы встречались. Мы живем в Кишиневе, но мы здесь часто побывали. И всегда это было такое захватывающее действие. Начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Дрогой отметил, что ведомство создает условия, чтобы в различных населенных пунктах Гагаузии открылись секции по игре в шашки и шахматы, чтобы этот вид спорта постоянно развивался. При каждой спортивной школе практически есть тренера, у которых есть дети, которых они тренируют. Тренер и организатор спортивных состязаний Игорь Табакарь подчеркнул, что количество участников показывает интерес среди взрослых и детей к игре в шашки. Вообще вот эти турниры, которые в Кубке Молдовы, это идет подготовка к чемпионату мира, который состоится в первых числах ноября, где наши игроки поедут. Такого уровня турниры, это всегда важно. Это как развитие для нас тренеров, развитие для детей. То есть это очень важный этап такой, который нужно постоянно и желательно почаще проводить у нас в Гагаузии. Секретарь Национальной Федерации Гретта Стурзе отметила, что в зале шла конкурентная борьба. Все хотят победить, так как собрались лучшие шашистые. В открытом чемпионате принимают участие те, кто только начинает спортивную карьеру и мастера этого вида спорта. За шашечными досками борьба была упорной. Была и радость, и разочарование. Как у новичков, так и у тех, кто часто выезжает на соревнования. Самые юные шашисты отметили, что приобретают опыт и знакомятся с друзьями. Нужно чаще такие соревнования проводить, чтобы развивалась память. Если сделать ошибку, то чтобы потом повторить этот дебют и потом не попадаться на эту ошибку. Чтобы набраться опыта, приехав сюда, тут очень сильный состав. Езжу я очень часто на соревнования. И почему? Потому что есть возможность. Больше игроков стало играть в данный вид спорта, потому что любому спорту нужно развиваться. И соперники с каждым разом становятся сильнее. Потому что чем больше таких турниров, тем сильнее становятся соперники. Сегодня соревнования, очень такие сильные соперники появились. Надо занимать. Ветераны спорта также отметили, что увлекаются шашками уже более 30 лет. И несмотря на возраст, многие молодые чемпионы им не по зубам. Ветераны этого вида спорта Степан Карасини, Афанасий Белеогла и другие вошли в десятку лучших участников турнира. Мероприятие такого масштаба, такого уровня очень дает нашим и ученикам, и взрослым, дает стимул для продвижения шашек, для развития. Это очень большой крупный турнир. На уровне Гагаузи. Эти ребята все приехали, чемпионы мира Европы. Будем стараться играть с ними. Очень хороший состав. Сильные игроки здесь чемпионы мира, Европы, призеры, участники. Наши Гагаузи участвуют в европейских мировых гумноуровых таких мастеров. С ними сражаться будем. Постараемся их убедить, что мы тоже играем. В рамках соревнований все игроки провели по 7-8 партий. Заработанные очки позволили многим выйти на первые строчки рейтинга и завоевать первые, вторые и третьи места. И, как отметили спортсмены, победа важна. Но самое главное для многих – это серьезная подготовка к предстоящим чемпионатам страны Европы и мира. Синедоканца Сергей Георгиев, Алексей Герчу, Герты. Новости. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузи ожидается ясная погода. Ветер от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в Гамраде днем составит 26 градусов тепла, ночью плюс 14. В Чадр-Лунге днем плюс 25, ночью 12 градусов выше нуля. В Вулканештах днем плюс 26, ночью 14 градусов тепла. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok